Вы не поверите, но до создания канала я играл в мобильные танки. Да, я понимаю, что вы обо мне теперь думаете. Но я как-то умудрился наиграть в них порядка 14 тысяч боёв. И когда я только пришёл на Т2, я думал, что автоматически становлюсь экспертом во всех играх подобного плана. Знаете, тысячи наигранных часов в танке, которые объективно хардкорнее, чем Т2, на котором я тогда был, давали мне основания так думать. Ё-моё, да у меня даже в Ведьмака наиграно меньше. И думал я так ровно до того момента, пока не попал на Т3. Вот тогда-то я понял, как много не знаю об игре. А ведь тогда механик было меньше, а игра в общем была легче. Так что я считаю необходимым сделать общий гайд для новичков. Мы поговорим о важных настройках игры, некоторых базовых моментах, в которых многие новички ошибаются. И конечно я дам рекомендации насчёт первых кораблей и распоряжения своими финансами. Вы на канале МВК, это самый полезный гайд новичку в Modern Warships, и мы начинаем. Начнём с самого небольшого, но важного. Настройки игры и что в них лучше включить, а что выключить. Во-первых, советую играть только на средней графике без постобработки. Даже если ваше устройство поддерживает в хорошем FPS графоне и получше. На средних настройках нет совсем уж мыла, но и нет кучи ненужных эффектов, которые перегружают картинку, хотя и делают её более красивой. Чем казуальней картинка, тем проще сосредоточиться на игровом процессе, да и хороший FPS всегда приятно видеть. Во-вторых, полностью отключите тряску камеры. Она, конечно, невероятно атмосферная и прикольная, но мешает прицеливанию, опять-таки отвлекая. В-третьих, на максимум отдалите камеру. Это позволит вам лучше оценивать ситуацию на поле боя и увеличит ваш визуальный обзор. Ну и в-четвёртых, не отключайте вибрацию. Так нажатие кнопок будет чувствоваться, и отдача от игрового процесса будет лучше. Все остальные настройки уже на ваш выбор. Их много, так что советую полазить по ним и посмотреть, какая что делает. Тем более, что там всё понятно и подробно. Следующий пункт, это, конечно, покупка кораблей и распоряжение финансами. Самыми нормальными кораблями для новичка на Т2 будут такие машины, как X-Win 4000, Каю Дуилио и Пантелеев. Здесь только премы, потому что вам нужно будет очень много нафармить для перехода на Т3. Обзоры на них есть у моих коллег, ссылки я оставлю в закреплённом комменте. Купив один из них, нет смысла покупать другие. А ещё всякие флаги и камуфляжи. Не повторяйте моих ошибок. На всю эту косметику для кораблей я лично потратил тысяч... Десять голды, если не больше. Достаточно самого базового кама за сто голды, а ещё лучше вообще без него. И без флага тоже. Чтобы накопить голду на эти кораблики, тоже нужно на чём-то играть. Не волнуйтесь, это займёт совсем немного времени. Советую вам Кураму. На неё у меня есть обзор, ссылочку оставлю всё там же. Также для фарма плюшек можно использовать БП. Его на втором тире очень легко проходить. Открываете миссии и выполняете их. Там всё очень просто, а плюшки довольно приятные. Не советую скупать всё. Купив самое необходимое, копите, копите и ещё раз копите. Вам нужно будет очень много денег на внутри. Да и там в первое время лучше всё не покупать. Купите самый базовый начальник корабль. Например, Нанчанг. Обзор на него у меня есть. Ссылка всё в том же комменте. Он по цене оптимален, заточен на ближний буй, а также подходит для фарма на ботах. Ну и кроме того, имеется столько не самое плохое оборудование. Да, каноничные сборки у нас, ну прям очень слабые. Как только перейдёте на Т-3, вот вам список самого необходимого оборудования, от которого нужно отталкиваться. На ПВО ставьте Сирам. Отличная штука. Из пушек только АК-130. Они идеально подходят для всего. Из гранатомётов американские руры. Ну а ракеты это универсальные классические свармеры. Ну а из премов для самого начала советую Петра Великого. Он как раз простой и не очень дорогой. И да, не вздумайте в самом начале покупать луня. Он хорош, но не в начале игры. И фармить на нём у вас не получится. Знайте это и не ведитесь на соблазн. Ну и конечно, самым лучшим фармом будет фарм на ботах на Арктике. Это должен знать каждый уважающий себя игрок. Кроме того, советую не пренебрегать гайдами. Перед покупкой корабля чекните на него обзор. А восемь того и не стоит. Ну и теперь уже тонкости чисто геймплейные. Многие приходят в игру после танков. А у нас тут далеко не танки. Карты абсолютно открытые в большинстве своём. Так что думайте на два шага вперёд. А ещё лучше на три. Любые неосторожные действия будут караться. Фокусит у нас будь здоров. Даже в тех же чёртовых танках всё не так уж жестоко. Не стойте на месте. Когда позволяет ситуация, меняйте позиции. Старайтесь ориентироваться по мини-карте. Смотрите, откуда летят ракеты, где кто плывёт и откуда появится враг. Это очень важно. Не плавайте в одиночку и дважды думайте перед тем, как упороться. Тут не получится просто уехать и отсветиться. Вы моментально поплатитесь жизнью. Запоминайте, какое оружие как стреляет. Так вы сможете хотя бы примерно понимать, какая у врага сборка. Не занимайте рискованные позиции, пока не наберётесь опыта и не купите действительно годное оборудование. Не надейтесь на ПВО против ракет. На большинстве кораблей польза от него как от стального меча против чудовищ. Ну, кто понял, тот понял. Юзайте ловушки при первой необходимости. Грамотный отстрел ловушек – один из залогов грамотной игры. И, кстати, все это понимают. Так что учитесь разводить врага на ловушке. Присылайте в него одну ракету, чтобы он потратил ловушку, а вторую, чтобы нанести урон. Не сидите всё время в прицеле. Играйте побольше с видом от третьего лица. Это позволит лучше ориентироваться на поле боя. Ну и, конечно, не сливайте промокоды в глобал. И не спрашивайте про них в чате. За это вы получите волну негатива и неодобрения. Это были самые базовые и нужные советы новичку в Modern Warships. Я не стану тратить ваше время пустыми пояснениями о том, что золото нужно на покупку премов, а доллары для обычной техники. Это и так очевидно и постигается при первом заходе в игру. Я дал все самые нужные советы на весь период становления в игре. Следуя им, вы сможете лучше освоиться и результативнее играть в целом. Но на этом, пожалуй, всё. Подписывайтесь на канал и телегу. Там много интересного. Но у меня на этом всё. Играйте с умом и берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok